Я прошу тебя в энергоинформационном поле, найти тонкую эфирную энергетическую копию 1962 года, воплощенной на Земле. Один, два, три. Пошла. Снимаются все маски и голограммы. Один, два, три. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде. Если есть копии, голограммы в физическом биороботе, силам его намерения не выходят и становятся рядом. Один, два, три. Все чужеродное выходит. У нее голограмма или копия. Не знаю, что это. Она как в пожаре стоит. А за ней ее тонкая копия, уставшая очень. Сколько у нас объектов получается сейчас? Вот эта копия и она, да? Биоробот, тонкая копия и вот эта пограмма в огне. Хорошо, бери голограмму в сетку на счет три, один, два, три. Защищай физический биоробот защитным потоком из энергии Абсолюта. И защищай, бери Ирину в защитный скафандр и поднимайся с ней в комнату диагностики на счет три, один, два, три. Пошел подъем. Мешает нам кто-то. Нам кто-то мешает? Подняться, да. Из сил моего намерения мы прорезаем любую голограмму, один, два, три и летим в комнату диагностики. Поэтому кому-то сегодня отрежу хвост красный. Здесь. Отлично, все. И я даю команду, я приветствую Ирину, интересуюсь, готова Ирина к диагностике, доверяя для нам в своей биополе, наперед сеансом. Она на себя показывает и она вся как вот прокуренная, я бы сказала, в каком-то дыму она. Прокуренная? Да, вот как прокуренная что-то идет от нее. Во-первых, цвет такой у нее. Темно-желтый, да? Нет, больше черный дым какой-то. Хорошо, так. Вера, что тебе сейчас мешает визуально? Голограмму эту нужно. И я голограмму села моего намерения, отправляю в клетку тюрьму, один, два, три. Ушла? Да. И от голограммы устраивается канал к ответственному и притягиваю ответственного по каналам. Один, два, три. Ответственный в клетке? Дракон красный. Я говорю красный хвост. И считай цифры на голову, один, два, три. Дай мне, пожалуйста, команду, если он начнет агрессировать. Считается, а он агрессирует. Отлично, хорошо. Подождем. И достаю печать дракона, один, два, три. 865. 865, хорошо. 50 тысяч герц удар дракону, один, два, три. Удар его разозлил, на печать его. Удар 100 тысяч герц, один, два, три. Сил. Уменьшаю дракона в два раза, один, два, три. Просит убрать печать. Убираю печать, один, два, три. Успокоился? Да. Это тебе за агрессию. Если бы ты ввел себя нормально, ты бы не получил то, что ты получил. Поехали дальше. Хорошо, Верочка, сейчас тебе ничего не мешает, давай его сканировать. И я даю команду. Ирина входит в скейнер. И скейнер начинает сканировать все семь тонких тел, сканировать пространство над головой. И ее заложником. Один, два, три. Давай вот это еще. Кого? Как дым вот этот. И сила моего намерения я снимаю этот дым. Дым идет в клетку. Один, два, три. В отдельную клетку. Да, последняя микрона выходит из ее биополя. Она кашлять начинает. Дым ушел? Да, в клетке. Хорошо, давай от дыма выстроим канал. И я притягиваю, ответственно выстраивается канал от дыма. И ответственно за это дым притягивается в клетку-тюрьму и становится ее заложником. Один, два, три. Да, будет так. Вот так и есть. Это ее дым. Это ее дым. Хорошо. Все. Он нам не нужен, да? Или будем реверсом возвращать. Давай оставим его. Все, поехали дальше. И я даю команду скэнеру. Скэнер на счет три. Начинает сканировать все семь тонких тел. Находит все подключки, чипы, датчики. Выстраивает каналы. И ответственные по каналам в клетку-тюрьму. Один, два, три. Скэнер начинает работать. Наблюдай, Вера. Сколько каналов? У нее связаны руки. Да ты что. У нас два существа связывают руки. Или магия, или инкуб. Это игра. Или демон. Эгрегор? Да. Освещение какое-то. Ага. Это, наверное, то, что она нам печатала и писала. Не будем это озвучивать. Ты знаешь, о чем идет речь. Просторный зал какой-то. И что это ты, Грегор, от нее забирал? Но пока я только вижу, что он ей, ну, как образно говоря, связал руки. Бес. Бес у нас в клетке. Цифра над головой, посмотри, пожалуйста. 15. Бес – это не бес, это демон. Или он тебе мимикрирует? Нет, он демон. Демон 15. Хорошо. Третий кто у нас там? Это облако было. Красный дракон, демон, облако. Эгрегор. Эгрегор. Инсектоид. О, God. Инсектоид. Один ли? А как без арахноида со спрутом? Где эти верхние чакры? Сейчас идем к ним. Отлично. Там веселая компания. Тела почти пустые. Спрут на голове. Вот. Чуть громче, Верочка. Спрут на голове. Спрут, и он весь в движении. Он в клетке сейчас. Он в движении? Да, он передвигался по ней. А в клетке он стоит? Или бегает? Бегает по стенам. Передвигается. 50 тысяч герц удар. Он как прячется. 50 тысяч герц удар. По спруту. 1, 2, 3. Замер в клетке, я тебе сказал. Он упал сейчас со стены. Все. И сиди там. Будешь прыгать. Будешь нас раздражать. Получишь еще один удар. Дальше. Кто у нас еще? Прут. Инсектоид. Все. Игрегор, Облако, Демон 15-ти Герцовый и Красный Дракон 865. Правильно я записал? Смотрю. Спрут. А потом идет Облако, Дракон, Игрегор. И кто это? Демон. Дракон это назвало, да? Да. Хорошо. Так, хорошо. Я объявляю программу «Вы обнаружены». Сегодня производится чистка. Мы уполномочены Ириной произвести чистку ее от интерферентов. Если мне, вы не будете следовать моим командам или кто-то попытается меня обмануть, я его просто сожгу в этой клетке. Разговор здесь будет коротким. Предупреждаю сразу. Лучше со мной кооперировать. Вы увидели, что я сделал с драконом. Дракон. У дракона еще есть голограмма окненная. Ну, да ты что? Еще и голограмма есть у него. Нет, ну, и ее голограмма. Которую мы подняли вместе. Да, да, да. Дракон, кстати, тебе это за голограмму, которую ты ей поставил, потому что ты беспредельщик. Ты беспредельщик. Я тебе это сегодня докажу. Демон. Да, он слушает тебя. Ты знал, что мы придем, да? Да, слышал. И ты остался, наверное, изоляру, я так полагаю, да? Он говорит, интересно. Третье. Вера, чуть громче говорю, я тебя очень плохо слышу. Или он говорит тихо. Интересно что? Ему интересно посмотреть, как ты контракт с Грегором будешь разрывать. А, хорошо. Без проблем. Я эту ляру тоже бы забрал с удовольствием. Ну, если будешь со мной кооперировать, не будешь меня обманывать. Все вытащишь честно и пройдешь проверку. Мне ничего, в принципе, не остановит тебе дать эту ляру. Наблюдать можешь, безусловно. Хорошо. Так. Инзиктоид понял. Спрут понял. Красный дракон понял. Демон понял. Правильно? Программу? Да, все поняли. Хорошо. Давайте тогда переходим к реверсу энергии. После реверса энергии вы заберете все. После проверки, все, кто пройдут, я отправлю безболезненно на их чистоту. Все, кто меня попытается обмануть, те останутся здесь. До более глубоких таких моментов. Я вам не рекомендую просто это проходить. Хорошо. И я даю команду тонкой копии Ирины спроекцировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Ответственным за чужеродную негативную патогенную низкой вибрационной энергии в ее биополе. 1, 2, 3. Начали выстраиваться каналы. Сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкой вибрационной энергии. Откат всех негативных программ и негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам. Чужеродная по отношению к Ирине. Энергию страха, неуверенности, энергию всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Пошла энергия, усилием потоки. Наблюдая, Вера. Демон говорит. Что он делает? Он говорит, что вы не первые, кто пришел. Поэтому мне интересно было. Да, понятно, понятно. И мы это тоже, нам тоже интересно. Вместе будем смотреть. Он говорит, что я сильно развлекался. Чистили голограмму. Я знаю, о чем ты говоришь, демон. Я там сильно повеселился. Я это слышал уже не от первого демона. Да. Да, я понимаю твою радость. Я это все прекрасно понимаю. Когда люди вытаскивают голограмму, чистят ее, голограмма говорит. Все, я чистая и так далее. Все отлично. А потом, я понимаю это все. Все понятно. Но это зависит от уровня допуска. Кто-то видит, кто-то не видит. Кто-то думает, что он видит. И вот получаются такие ситуации. Хотели меня вычистить, он говорит. Ну, 15-герцовый демон. 15-герцовый демон не просто 15-герцовый. С ней вообще весело. А ну расскажи, что вы там делали. Ты был ответственен за алкоголь, демон. Когда ты зашел? Давай начнем с этого. Когда, сколько лет, на какую эмоцию? Шквал эмоций там. Негативных? Не обязательно негативных. Эмоционально реагирует. А, прыгает. Страх. На страх зашел. На страх зашел. Три года он сидит. Понятно. А кто был ответственен из присутствующих за это чрезмерное употребление алкоголя? Кто такой любитель алкоголя? А демон. Он и говорит с ней весело. А, ну в этом плане. Так это ты ее подсадил на алкоголь? Ты ее мотивировал выпивать большие количества? Мы заливали страх. А, джиж. Мы заливали страх. Красивый ответ. Понятно. Да, можно понять в принципе. Ирина, вы все сейчас слышите? Вот так это называется. Это вы знаете причину вашего алкоголя. А как ты вызывал эту зависимость? Как ты ее принуждал, чтобы она пошла и купила эту водку? Ты ей страх начинал нагонять, и она от этого бежала и покупала этот алкоголь? Нет, по-другому. Он как трогал, не трогал, а дергал какие-то рунки, что ли, в ней. И у нее зудило внутри. Перекрывало все остальное, и только об этом она начинала думать. Вот как. Слушай, да ты мастер просто своих дел. Я, честно говоря, такое не видел еще ни разу. На алкоголе специализируется. Да, понравится ему твой похоже. Ну да, так и есть, действительно. Я вижу, если он достиг каких-то там высокого уровня. А я много демонов видел, но я не видел еще вот именно того, кто специализируется на алкоголе. Или я видел беса, который сидел там и любил пить в теле человека вместе с ним. Такой механизм меня немножко, так сказать, впечатляет. Хорошо, поехали дальше. Он говорит, что это другие эмоции. Это совсем другие. Более низшие. Еще низшие эмоции. Человек деградирует. Там уже идет вопрос души. А здесь мы развлекались обоюдно. Да, конечно, есть и такой уровень, да. Они забрали. Мы даже встречали одну неупокойную душу, которая вместе с бесом, она уже давно умерла, сидела в подвале какого-то дома. И они там пили водку. И такие вещи бывают. Хорошо, все, все забрали. И устанавливаются фильтры золотой сеточки на все каналы и в порядке реверса. Ирина забирает все чистые, светлые, божественные энергии обратно. Пошли энергии божественные и чистые. Один, два, три. Все, что они похитили, все, что они изъяли до последней капли, возвращает Ирина себя обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Энергии пошли. Посмотри, что с этим облаком Игрегор меня интересует. Сейчас скажу. У нее, пока вижу, на нее я смотрю, у нее сзади на спине шея и плечи. У нее как клякса такая жирная, черная лярва. Ну, это мы демону отдадим, когда он будет доставать. Конечно, тяжесть в плечах, давящее состояние. Я почувствовал на себе сейчас. Значит, идет у нас... Какой цвет интересный от этого. Какой-то розоватый. Розовато-оранжевый. Радость какая-то от этого дыма идет. Это кому идет? От дыма возвращается. Ей возвращается. Ирина розово-оранжевая. Такой цвет. Идет, что это энергия радости к ней. Да как можно такой... Я такого еще не видел, этот дым. Откуда он берется вообще? Это ее мысли. Это мысли? Это ее дым. Я думал, это курение какое-то. Это то, что... Не знаю, может, и курение радость ей приносила. Но факт, что он вокруг нее. И в конечном итоге он уплотнился бы. И еще одной лярмой где-то повис. Хорошо. Но от него идет энергия радости. Хорошо. Меня интересует следующий вопрос. Дракон, я обращаюсь к тебе. Как долго ты сидел в этом теле? Сейчас подожди. Я тебе скажу, что идет от Эгрегора. Давай. Фиолетовая идет и человеческая. Два канала идет. Канал один, но разделен пополам. Это вот эта вот секта или что? Это было там. Да. Эгрегор. Вот так вот, люди. Это вам о сектах. Хорошо. Она забирает жизненную энергию. Забирает божественную энергию. И ничего до вас не дойдет. И вы практически рано или поздно от нехватки энергетики и вибрации к вам зайдут такие товарищи, которые стоят сейчас вперед. А вот, кстати, дракон тогда и зашел. Я так и понял. Дракон зашел после того, как Эгрегор был активирован. Хорошо, мы сегодня все будем убирать. Демон, а какой Эгрегор тебя интересовал? Вот этот, который мы сейчас убирали? Вот этот фиолетовый? Да. Или... А, ну сейчас увидишь. Хорошо, без проблем. Вера, что у нас с этим облаком происходит? Оно нам надо? Нет, оно отдало энергию. Открывается портал в галактическое ядро. Один, два, три. Облако улетает до последнего микрона в галактическое ядро на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. И вот эта голограмма дракона тоже можно убрать. И убираем. Под голограммой открывается портал в галактическое ядро. Один, два, три. Голограмма улетает вместе со всеми проводами. Один, два, три. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. Дракон, сколько ты сидел в этом теле? Сейчас, секунду. Четырнадцать. Вау, четырнадцать лет. Слушай, Вера, нам надо придется его рассинхронизировать, да? Ты синхронизировался с ней, дракон? Да. Так. Демон, сколько ты сидел в ее биополе? С Андреевым. Дракон, он через эту голограмму, которую мы убрали, через нее он синхронизировался, конвектировал свои и ее энергии через голограмму. Я все остаточные уберу, без проблем. Хорошо. Демон, сколько ты сидел в этом теле? В годах? Три. Три года. Так. И, Грегор, сколько я сидел? Считай информацию. Цифра идет тринадцать-четырнадцать. Тринадцать-четырнадцать. Хорошо. И инзиктоид, как долго ты сидел в этом теле? Пять лет. И спрут, как долго ты сидел в этом теле? Шесть месяцев. Шесть месяцев. Хорошо. Ты оставил там свои присоски? Оставил. Инзиктоид, ты оставил там свой инкубатор? Оставил. Хорошо. Я сейчас... Мы переходим к процедуре... Вера, все... Реверс закончился? Да. Хорошо. Сейчас мы переходим к процедуре вытаскивания всего, то, что вы оставили. После этого я проведу проверку. Кто пройдет проверку, уйдет безболезненно на свою чистоту. Кто меня обманет и не уберет что-то, на проверке это проявится. И я импульсом 2 миллиона герц по каналу сожгу его. Всем понятно? Да, понятно. Отлично. Хорошо. Начинаем тогда с кого, Вера? Как тебе удобно? Давай с демона начнем. Давай с демона. Демон, выходи. Снимай все, что ты оставил. Как все снимешь, можешь забрать эту лярву. Он говорит, руки развяжите ей. А кто их связал? А, и Грегор? Да. Хорошо. Я подхожу, разрезаю ей эти петли, что у нее на руках. Силами его на мере. 1, 2, 3. Отправляю в клетку тюрьму. 1, 2, 3. Вот он как трясет и дует на них. Потом поставим ее. На запястье. Водопад. Связала себе. Это церковь адвентистов, по-моему, была там, да? Или кто? Не помнишь? Я вижу зал просто. Больше какой-то зал. Понятно. Вот вам друзья, Игрегор. А вот демон как раз снимает вот эти, как ниточки, за которые он дергал. И принуждал ее. Зуд, вот этот зуд. Желание, да. Да. Нормальные ниточки. Ну и с ног снимает он у нее место свое, где у него. Качельки? Или батутик, что у нее там? Кресло? Да. Хорошо. Как гамак у него такой. Гамак. Гамак только хотел сказать. Все забрал. Хорошо. Лярву забрал, да? Нет. Ждет команда. Я тебе разрешил лярву забрать. Забирай лярву. Только все забирай, ничего не оставляй. Да, забрал. Хорошо. Так, я обращаюсь к инзиктуиду. Инзиктуид сейчас выходит. Забирает все, что он оставил. Никакой жидкости, никаких там инкубаторов. Чтобы все было чистенько. И прошел проверку. Безболезненно, а потом идешь домой. Приступай. Лизин много оставил. Кого? Слизи какую-то. Жидкость что-нибудь. Лизин зиктоид, все слизь вытаскивай. Высасывай ее оттуда. Я буду проверять, если ты. Она отреагирует на тебя, накажу. И вот такая информация идет. Мне все нужно, все живое. Поэтому ты не получил душу. Тихто отснял. Жидкость он вытащил свою. Все достал. Хорошо. Так, переходим к спруту. Спрут, выходи. Вытаскивай все щупальцы. Все, что ты оставил в ее биополе. В этот пункте, кто это, идет информация, что если он какую-то каплю оставит, это как его ДНК. Я тебя найду сразу, конечно. Да, его сразу притянут. И ему это не нужно. Я об этом ему сейчас и пытался рассказать. Все достанешь, я тебя не найду. Спрут выходит и достает все, что он оставил. Ничего не забывает. Просто инзиктоид сидел пять лет, и я ему говорю, он должен посмотреть внимательно, чтобы ничего лишнего... Относит и возвращается. Спрут, да? Инзиктоид. Он относит свой вот... Инкубатор с детьми. Инкубатор, да. И возвращается, чистит остальные. Отлично. Вот это, я понимаю, под сотрудничеством. Все правильно, абсолютно верно. Так и должно быть. И у него оранжевое и желтое тело, они забиты. Сниз живота и до самого верха. У кого? И ребра начинаются, вот это все место. Два тонких тела он занимал. Он два тонких тела занимал. Вау. Ну, за пять лет можно там, ты знаешь что, вырастить. Спрут как? Рта присоски на голове. Все снял. Хорошо. Так, и у нас остался красный дракон. Красный дракон. Выходишь сейчас. Хромает. Хорошо. А что ты хромаешь, дракон? Дракон? Спрут это хромает. А я что, его бил? Тащить сюда, он со стены упал. А, ну все, да, чтобы не бегал. Но это вылечится, понятно. Так, дракон. Ты готов вытащить все, что ты оставил? Да, он вытащит. Хорошо. Давай, выходи, вытаскивай все полностью. До последнего проводка, до последней платы, крылышки. Все снимай. Я все вижу. Вера, я сегодня без накидки этой, да? Ты без. Хорошо. Влад, не надо ее больше одевать. Найди другую. Влад сказал, что у него крылья вместо накидки. Все верно. Все правильно. Дракон вытащился. Хорошо. Так. И я даю команду сейчас на рассинхронизацию с энергией красного дракона. Значит, три. Один, два, три. Ирина забирает все свои энергии. Красный дракон забирает все свои энергии. Значит, три. Рассинхронизация происходит. Один, два, три. Пошла рассинхронизация. Става. Отлично. Хорошо. Кто у нас еще? Кому надо рассинхронизировать? Пять лет, Индик, кто это сделал? Ты синхронизировался, Индик, стоит? Немножко. Хорошо. Давай сделаем следующее. Я даю команду. Остается только энергия. Собственная энергия. Ирина, все остальные чужеродные энергии начинают на счет три раз синхронизироваться. Один, два, три. Ирина забирает все свои энергии. Все интерференты забирают свои энергии. Проходит полная рассинхронизация. Один, два, три. Пошел процесс. Готово. Отлично. И я даю команду скэнеру. Скэнер начинает сканировать все семь тонких тел. Ирина находит любые чипы и датчики на частотах интерферентов, присутствующих в этой клетке. Один, два, три. Скэнер начинает сканировать. Моментально загораются ярко-красные маячки в местах интерференции. Сразу загорается красная лампочка над клеткой интерферента. Пошел скэн. Все чисто. Хорошо. Все выполнили свои команды. И на счет три я возвращаю к красному дракону его размеры. Один, два, три. Готово. Хорошо. Так, хорошо. И красный дракон, я бы тебя не уменьшил. И если бы ты себя ввел более-менее не агрессивно. Ты понял причину этого, да? Но он понял, и он не ожидал, что ты увидишь его голограмму. Я понимаю. Мы не такой видели, поверь мне. Мы с гуманоидами, с Сириусом имеем дело, с Ящером имеем дело. Так что, ребята, там намного серьезнее. Вас находить намного легче. Это я не хотел никого обидеть, но просто так изменились времена. Хорошо, дракон, ты понял, в это тело ты больше не приходишь, даже после 14 лет. Я не рекомендую, потому что мы будем регулярно проверять Ирину. Если Ирина нам скажет, у нее опять появились какие-то симптомы, через 15 минут я тебя найду, и ты будешь сидеть в клетке. И тогда у нас не будет такой дружелюбный разговор. Ты это понял? Он говорит, что я засиделся здесь, пора идти. Абсолютно верно. Ты готов уходить? Да, он готов уходить. Хорошо, открывается наверху портал против часовой стрелки, на части красного дракона 1, 2, 3. И красный дракон уходит без болезни, на свою чистоту забирает все, что с собой принес. Готово. Хорошо, и переходим к инзиктоиду. Инзиктоид, ты тоже в это тело больше не приходишь. Мы договорились, да? Да. Хорошо, и открывается наверху портал на части инзиктоиду 1, 2, 3. Инзиктоид уходит без болезни, на свою чистоту. Забывай дорогу назад Закрывай, опечатай, растворяй Хорошо И у нас Остался тогда спрут Спрут, ты готов уходить? Да, готов Хорошо, забирай все, что ты с собой принес Открывается наверху портал против часовой стрелки 1, 2, 3 И спрут уходит без болезни на свою частоту Забирает все, что с собой принес Не закрывая портал Он вышел Хорошо, закрывай, опечатай, растворяй Хорошо Демон у нас остался и этот Игрегор, да? Да Хорошо, демон, я же тебе обещал эту процедуру Поэтому ты уже до конца досиди Я тебя потом отпущу на твою частоту Хорошо? Он говорит, да, я понял все уже Уже можно отпускать? Отпускать, да Доверие заслужил твое, да? На слово веришь, да? Хорошо Открывается внизу портал на частоте демона 1, 2, 3 Демон уходит на свою частоту Закрывая, печатая, растворяя Истовоглянную пентаграмму Готово Хорошо, все Так, и у нас остался этот Игрегор Мы его оставим до процедуры отключения Хорошо, Вера? Да И я сейчас подхожу к Ирине Кладу руки на плечи И мощнейшим ударом 100 тысяч герц сжигая Все каналы 1, 2, 3 Мощнейший удар Есть Открывается воронка против часовой стрелки Галактическое ядро И все эти остатки Все то, что осталось Это интерферента Включая фиолетовые высокоаборационные лучи И все чужеродное Уходит в галактическое ядро Не относящиеся к нашей энергетике Нашей Ирине Закрывая, печатая, растворяя Есть Отлично Поехали дальше Все Отключили мы каналы Все почистили Переходим на чистоту магического воздействия Что-то есть, выходит Чисто Переходим на чистоту Неупокоенные бесплотные души Если что-то есть, выходит Чисто Переходим на чистоту Бесплотные подселенцы Если что-то есть, выходит Чисто Переходим на чистоту Негативные грегоры Мешающие жизни Судьбе и здоровью Физическому и энергетическому 1, 2, 3 Они выходят Есть эгрегоры. Отлично, хорошо. И, Ирина, это этот момент, когда вы должны отключиться сейчас от этих эгрегоров. Один из них висит сейчас в клетке. Вы видите их? Пожалуйста, посмотрите. И скажите, с какими эгрегорами вы готовы сейчас расстаться? Со всеми готовы расстаться. Отличное, правильное решение. И производим сейчас отсечение всех негативных эгрегоров. Я подхожу к Ирине, кладу руки на плечи и своей собственной энергией пропускаю через нее 100 000 Гц. На счет 3 сжигая все каналы ко всем эгрегорам. Один, два, три. Удар. Ирина отсекает от себя все негативные воздействия на ее жизнь, здоровье и биополе эгрегоры. А, и ей как назад удар вернулся. Да ты что. Эгрегора, да. У нас такой один, естественно, раз было. Когда Вильзик был, помнишь? У него, знаешь, контракт с этим эгрегором. Контракт надо разрывать. Хорошо, тогда мы оставляем этот эгрегор сейчас, да, Вера, или как? Остальные сбросим этот. Хорошо. Остальные, все остальные, от которых она откажется, они сейчас выходят. И она их отсекла или нет? Да. Открывается воронка против часовой стрелки, они улетают в галактическое ядро. Закрывая печатание, растворяя. Остается единственная эгрегора, мы его закончим после этого. Лярвы. Один, два, три. Что-нибудь видно? Нет. И живота тонкой копии Ирины. Два пальца ниже пупка начинает разливаться. Резервная энергия. Готова. У нее энергия вот эта белая, она такая как живая, не как молоко, вот она в каких-то, каких-то, как мелких перышках такая вся вот оживает как будто. Готова. Отлично, хорошо. Выбрасывай воронку инструмент. Закрывай, опечатывай, расставляй. Есть. И переходим к расторжению этих контрактов. Важный момент, Ирина. И по закону свободы воли души и свободным права распоряжаться собственными энергиями, Ирина должна взять ответственность за свою жизнь, свои руки, выразить это намерение. Она готова это сделать? Она готова. Хорошо, я говорю вслух, а ее тонкая копия пусть повторяет за мной. Я. Вызывая все соглашения, контракты, договор, внутри всех измерений, плотностей, уровней, сфер, реальности, я вызываю все повторные фрагменты договорам. Один, два, три. Выходят договора. Ну, у нее есть договора, и один из них связан с ней, как такой тонкой энергией, синеватой. К ней идет связь. Вот это и он. А с этим, который у нас в клетке сидит, есть связь какая-то? Ну, это он и есть. Он и есть. Хорошо. И пусть повторяет за мной. Она готова с ними расстаться? Она готова со всеми расстаться. И пусть повторяет за мной. Внутри властью моего суверенного я, я объявляю, что все эти соглашения, ноль, два, три. Пошел возврат энергии. Энергия она вернула, и вот в клетке, который вот этот эгрегор... В труху превратился, да? Да, он как сдулся. Вот. Так происходит разрыв с эгрегорой. Это то, что хотел демон посмотреть. Хорошо, открывается воронка против часовой стрелки. Весь этот мусор улетает в галактическое ядро, засасывается до последнего микрона. Все контракты улетают, все остатки, весь пепел. Закрывая печатаю, расставляя. Готово. Отлично, хорошо. И запускаем процесс активации, идентификации души. Значит, три, один, два, три. Пошел процесс. Крылья. Крылья у нее. Она на месте стоять не может, летать хочет. Остановитесь, Ирина. Давай, создаем защитную оболочку. Такая душа у нее. Да. Чакры мы открыли. Создаем защитную оболочку. Подсоединяй тонкую копию Ирины к источнику поля Меркаба для структуризации энергии Земли и космоса. Воссоздание защитного каркаса в биополе Ирины. Пошел процесс. Готово. Хорошо. Пусть тонкая копия Ирины вспомнит самый счастливый момент в ее жизни и даст нам числовое значение. 900. Вау. И подними... Эмоционально. И подними уровень эмоционального состояния тонкой копии до значения 900 Гц. Один, два, три. Пошел подъем. Очень белые энергии, светлые. Готово. Синхронизируется энергией вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Готово. Она просит крыльями помахать, чтобы сбалансировать все это. И разрешают, конечно, Ирина, помашите крыльями. Она их расправила сейчас. Отлично. У нас ангел. Белые большие крылья, она ими машет. Мы приглашаем. Помнила легкость. Мы приглашаем в комнату диагностики друга Ирины, Ангела. Прошу прийти. Она говорит о меня много друзей. Хорошо. И я делаю запрос в энергоинформационном поле. И прошу прийти к нам в комнату учителя или куратора 1962 года. У нас ангел в комнате, девушка. Приветствуем, дорогого ангела. Посылаем искреннюю энергию благодарности куратору или учителю или другу ангелов, друзья. Мариэль. Мариэль. Очень приятно. Меня зовут Влад. Перед вами Вера. Мы сейчас проводили чистку вашего друга Ирины. Убрали из нее кучу всякого ненужного. И Грегор там был, и Инди, кто? И Спрут, и Демон с Красным Драконом. В общем, всего этого больше нет. Мы очень надеемся, что вы скажете ей пару слов. Это не было запланировано. Мы не собирались вызывать куратора или учителя. Но увидев ангелов, ангел не может пройти мимо. Ангелы друг другу всегда помогают. Поэтому мы вызвали вас. Вы хотите что-то сказать сейчас Ирине? Это был бы самый лучший момент. Она говорит, что она сама все знает. Легкость, которую она испытывает сейчас. Про которую она забыла. Говорит сама за себя. Великолепно. Я думаю, мы свою работу хорошо сделали. И теперь ей ничего не доставит. Никаких проблем связаться со своими друзьями в ангельском мире. Она вот так руки делает возле рта. Как воздушный поцелуй. Ей. Твою. Ей. Воздушный поцелуй. Да, но это как ангельская добродетель. Она послала, да? Да. То есть она вот к ней идет, вот эта ангельская добродетель. И она говорит, это для того, чтобы она ее будет удерживать. Хорошо. От дурных привычек. Отлично. Посмотри, пожалуйста, остались ли у нее еще на руках эти полосы от этих, что у нее там было, перетянутые руки. Нет, нет. Все ушло. Отлично. Вот это я хотел уточнить. Значит, все энергия. Она вообще белая. Все-то эти перья у нее очень красивые белые. Мариэль, скажите, а с какого уровня пришла Ирина на землю? Говорит, что у нее высокий уровень, 14. 14 уровень. Хорошо. Отлично. Все. Мариэль, мы благодарим вас сердечно и хотим вам сейчас сделать подарок. Как ни странно, это называется сюрприз у нас на земле. Я прошу вас пожелать все, что угодно. Фрукты, ягоды, свежую воду, какую-нибудь мыслеформу, лес, деревья, озеро, океан. Все, что душе угодно. И мы вам дадим этот подарок, вы сможете его забрать с собой. Она говорит, о, что же мне желать больше, чем освобождение ангела. Мариэль, это наша тоже работа. Поэтому я спрашиваю ангела о его личных сейчас потребностях и желаниях. Она говорит, вы не представляете, сколько сейчас радостей на ангельских уровнях. Представляем. Мы даже слышали хор, который пел освобождение ангела. Да, мы об этом знаем, мы об этом в курсе. Это наша работа, уважаемая Мариэль. Что может быть приятнее? Хорошо, давайте мы сделаем тогда от себя подарок. Сделай огромную такую большую корзинку с самыми вкусными ягодами, которые есть на земле. Один, два, три. Самые чистые, самые вкусные ягоды на земле появляются. И мы передаем это Мариэль вместе с нашей энергией благодарности за то, что она пришла. И пусть она поделится со своими братьями. Она благодарит и отнесет все. Благодарим. И мы, Мариэль, мы закончили. Нам надо сейчас будет возвращать тонкую копию в тело. Мы посылаем вам от Ирины, от Веры и от меня. Она нам тоже она дает ангельскую благодать. Отлично. Я чувствую. Пошла энергия. Благодарю вас. Принимаем. И благодарим вас за нее, Мариэль. Привет, братьям. Пошла. Отлично. Хорошо. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Ирины в систему Биоробот Душа. Заводим. Подключаем ее к каждому внутреннему органу, к каждой клеточке. Из виленки головного мозга идет стопроцентная синхронизация вибраций энергии между физическим телом и энергетическими тонкими телами. Она вообще входит в тело, в свой Биоробот, сейчас после этого? Да, она очень хорошо входит. И она ставит Меркаба как защиту. Она выравнивает себе. Молодец. 14 уровень. Это 14 уровень. Мы рады, что мы смогли помочь. Потом. Ирина. И отключайся от объекта и перемещайся в свою комнату диагностики. 1, 2, 3. Я в комнате. 1, 2, 3. Субтитры создавал DimaTorzok